Есть такое понятие, которое сейчас все чаще и чаще употребляется. Я, конечно, не претендую на то, что мы сегодня его раскроем в полной мере, но, по крайней мере, давайте попытаемся избежать некоторых подводных камней, которые сопровождают его употребление в русском языке. Я имею в виду понятие, даже не знаю, в каком языке его произнести, multitude, может быть, если иметь в виду происхождение латинское, но по-английски это multitude, по-французски. В общем, в языках латинского происхождения это слово вполне легко опознавать. Но возникают большие проблемы с его переводом на русский язык, и вот в силу того, что уже устоялось некоторое понимание нового социального субъекта как множество, приходится реагировать на существование такого слова в русском языке. Но нужно понимать, что множество, конечно, никакого отношения к математическому множеству не имеет. И фактически уместно вспомнить о полемике, фактически существовавшей полемике Гоббса и Спиноза. Речь идет, конечно, о XVII веке, о теориях государственного устройства. И вот сейчас эта полемика опять становится актуальной в контексте тех разных интерпретаций понятия multitude, которые предлагают, соответственно, один и другой. Не только нужно понимать, что Спиноза писал по-латыни, на латинском языке, а Гоббс писал по-английски. И вот в своих трактатах Гоббс употребляет слово multitude, которому он в одном месте дает очень четкое определение. Он говорит the dirt and drags of men, имея в виду грязь и подонки людские, так нас это переводили. Действительно, вот таково отношение Гоббса к толпе. Вот, собственно говоря, в его сочинениях это слово переводит понятием толпа. И это верно, потому что это передает отношение Гоббса к тому, что существует как несводимая плюральность. И совершенно другим отношением проникнуты трактаты Спинозы. Но в них, я имею в виду политический трактат в первую очередь, но не только. Но в них это слово передается в русских переводах 50-х как массы, народные массы. Я понимаю, что сейчас существует полемика с понятием массы, как она сложилась уже в 20 веке, имея в виду и исторические, и теоретические способы ее проявления, так сказать. Но, тем не менее, конечно, мы имеем дело с массой, существующей как то, что неподводимо под понятие. Вот так можно сказать, воспользовавшись еще кантовским определением, занимался этой темой, темой подведения под понятие. Есть современные теоретики множества, такие, в первую очередь, как Антонио Негри и Майкл Харт, которые пытаются выстроить особую логику для множества. Логика эта отличается от логики философских понятий. Вот об этом говорит очень прямо Негри. Он имеет в виду, что мы сталкиваемся с некоторым имманентным явлением, если угодно. Его философия – это философия имманентизма, и можно сказать, что это проявление жизни. То есть множество, как социальный субъект, как попытка определить, что есть новый социальный субъект, это проявление жизни. Но как таковое оно не может быть описано на языке абстракции, и оно не может быть подведено под понятие именно потому, что любое подведение под понятие сразу разрушает ту систему отношений, которые и определяет этот новый объект. Ну, условно говоря, потому что даже слово «объект», оно принадлежит старому философскому словарю, и надо понимать, что это уже есть форма объективизации, предмечивания, то, что не должно быть совершено в отношении особой живой реальности, каковой является современная масса. Но если определять эту современную массу, то, скорее всего, мы можем о ней говорить в терминах социального действия. Понимаете, как, на каком языке вы можете говорить о действии? То есть фактически негри, как концептуального отца этого понятия, если угодно, интересует динамика самой социальной борьбы. И вот, мне кажется, понятие «множество», что делать, мы пользуемся им, это то, что пытается удержать в себе именно динамический след действий. Это сложно. Негри разрабатывает целую логическую схему для того, чтобы концептуализировать такую задачу. И, конечно, в этом он во многом опирается на спинозу. Он является блестящим интерпретатором спинозы. Но здесь у него есть единомышленники. Я бы, между прочим, в числе таковых назвала Жан-Люка Нанси, которого интересует логика тел, но не индивидов, не атомарных, отвлеченных единиц, но именно логика тел, поскольку тела всегда находятся в отношении друг с другом. Вот я думаю, что одно из ключевых слов для понимания множества и для определения множества есть понятие «отношения». Но это не некоторые устойчивые отношения и не отдельно взятые отношения, так сказать, а это целая система отношений, в которую включены эти сингулярности. Вот еще одно слово. Я боюсь, что его следует определять отдельно, но тем не менее я бы, конечно, акцентировала момент взаимодействия. И вот логика взаимодействия интересовала, конечно, Спинозу. И фактически Спиноза, уже Спиноза отрицает договорные теории государства, в отличие от Гоббса, которого интересует именно общественный договор. Ведь Спиноза в своих трактатах отстаивает идею самоконституирования права. Самоконституирование права. Сколько мощи, столько права, говорит Спиноза. А это означает, что нет никаких посредствующих звеньев между действием и образованием некоторой формы, в которой это действие принимает общий вид. И вот мне кажется, что эта линия, ну, конечно, это перетолкование спинозизма примитно к современной ситуации, но вот эта линия дает нам большие надежды в понимании того, что происходит сегодня, в понимании возможностей того, куда ведет нас социальная борьба, потому что никто не снимал проблему социальной борьбы с повестки дня.